Всем привет! Вы на канале Кочевники, с вами Саша и Рита. И сегодня мы купили нашу первую экскурсию во Вьетнаме. Мы отправимся вокруг островов, которые располагаются рядом с Ньчангом. А также мы покажем вам одну крутую кафешку с барбекю. Мы сегодня отправляемся в нашу первую экскурсию во Вьетнаме, здесь из Ньчанга. Поедем на снорклинг и на какой-то белый песчаный пляж, потому что сейчас в Ньчанге не сезон, огромные волны, вода грязная, поэтому здесь купаться невозможно. И мы решили сплавать на экскурсию, посмотреть, насколько там будет чистая вода. Вообще говорят, что грязная только здесь, на пляже Ньчанга, из-за реки Кай. А когда уплываешь туда дальше на острова, там уже голубенькая, прозрачная, отличная водичка. Вот сегодня это мы с вами и проверим. У нас обещают снорклинг, рыбалку, какие-то напитки, обед и бассейн еще будет там, на этом пляже. В общем, посмотрим. Мы не позавтракали, ждем пока нашу машину, которая нас заберет. Пришли в Костю, взяли себе булочку. Не знаю, сейчас она успеет приготовить, не успеет, потому что вон уже какая-то машина едет. И, видимо, она за нами, наверное, я не знаю. Вот. Но, надеюсь, успеет, и мы поедим. Потому что быть голодными сегодня до обеда даже, это невыносимо. Вот это мне все нервы вымотает. Короче, что-то мы там не так выбрали в этом кафе, и нам вместо этой булочки бадмия с свининкой дали булочку с каким-то рыбным пирогом. Это невкусно, не берите, несъедобно. Мы выкинули. В итоге, получается, мы все равно голодные поедем, потому что, ну, уже заново не будем заказывать, уже времени, наверное, нет. Пришли к нашему отелю, вернулись, вот сидим, ждем, когда нас кто-нибудь заберет. Мы на месте, привезли нас на такси, на обычном. Кстати, интересная информация, обязательно должны быть у вас кассирокопии паспортов с собой или фотографии, потому что перед выходом в море это, в общем, обязательно должно быть. Вот. Мы с собой не взяли, и приходилось возвращаться делать фотографии. И вот так выглядит местный порт. Лодочки, смотрите, какие огромные, деревянные. Прикольные такие. Вообще, в каждой стране свои лодки, ну, это и понятно, но абсолютно разные, так интересно. Вроде бы Вьетнам рядом с Таиландом, ну, недалеко, а абсолютно другая культура. Смотрите, какие горы зеленые, красотей. И лодочки в лодочках, как будто бы домики прям деревянные стоят. Смотрите, видите, на кораблях много-много лампочек. Это для того, чтобы ночью включать и ловить кальмара, потому что кальмар ночью на свет выходит. Мы плывем на самой просто развалюшке, которая здесь есть. Смотрите, какой у нее пол. И вообще, жесть. И выглядит, короче, вот так вот, как маршрутка. Такие сиденья здесь у нас. И вот наш капитан. Поплывем. Теперь я понимаю, зачем все имена фамилии записываю, потому что это, ну, реально, на ней можно потонуть очень легко. Вот так выглядит туалет. Это гальон? Не очень. Гальон, да. Ну, и здесь вот сзади ничего. А здесь можно прыгать. Якорь лежит. Прыгать, попаться. Вот, спасательная лодка вот такая вот забавная с сеткой. И, в принципе, на этом все. Ну, здесь все такие корабли. Ну, единственное, вот там вот был, вон тот один прикольный с белыми стульчиками. Но мы не на нем плывем. Мы плывем на вот этой вот развалюшке. И вот так вот отсюда выглядит порт. Красота, конечно, неимоверная. Вот эти горы зеленые обожаю просто. Ну, что, мы уже приплыли на место. Паркуемся. Она тоже держится. И вот здесь сейчас будем где-то нырять. Водичка, кстати, прям очень-очень чистая, такая зеленая. Приплыли к острову, остров Резер. Здесь есть отель один шикарный. Если повезет, попадем на него. И будем здесь сноркать. 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 так у нас здесь во первых пошел дождь, во вторых Саша рыбачит, вот у него тут новая удочка, одну он уже вон прицепил, за что-то зацепилась, вот, поэтому по снорклингу, снорклинг, ну такой себе, если честно, возможно, что нам кажется, он не очень после Бали, после Таиланда, вот, возможно, если вы еще до этого нигде не снорклили, вам понравится, но нам, ну такое, еще вода не очень прозрачная, потому что дожди шли, но она определенно чище, чем в Нячанге, намного чище, и хотя бы здесь можно нормально поплавать, вот, нашу лодочку раскачивает, дождик идет, меня уже укачало, капец, пойду поливать за борт походу, так, ну что, Саша уже вторую удочку пустил в расход, пока что ничего не поймали, дождик вроде бы как прошел, и смотрите, какой остров классный, прямо захотелось здесь в отеле пожить недельку, так красиво, а здесь какие-то остатки, мост был что ли, или какая-то башня, и тут рыбак живет, посмотрите, какой у него вид прекрасный, собственный подъем, красота, карасик какой-то, ну, жареху на обед набрали, рыба есть, ребят, чтоб понимали, рыба есть, вязать будем, о да, рыбеха, тут у нас Рита лежит, ее немножко укачало, поэтому она пересла в горизонтальное положение, но ничего, мы уже двигаемся в сторону следующей остановки, где нас будут кормить, там должен быть пляж, мы проплываем мимо кафешечек всяких разных, смотрите, как прикольно, прям такие плавучие кафе, здесь спортивный водный центр, здесь вот такое кафе с шезлонгами, музыка, конечно, играет на всю, лодочки припаркованы, прям прикольненько выглядят, а вот это все, это все фермы, здесь выращивают устриц, мидии, всякие разные, короче, штуки, очень прикольный вид, конечно, потрясающий на зеленый город, и вот она, вот так выглядит ферма, так красиво у них тут, смотрите, все, в цветочках, не просто кака-бы-как, а все украшено, и вот здесь вот у них водится, по идее, всякая живность, здесь еще импровизированная детская площадка есть, горочка прям в воду, тоже прикольная, так, ну давайте посмотрим, видно здесь кого-то, не видно, ого, какая рыбина огромная, обалдеть, посмотрите, какие здоровенные рыбины здесь, офигеть, я даже не знаю, что это за рыба такая, если честно, ну очень большая, прям, и еще такие, знаете, рыбки, которые надуваются, их очень-очень много здесь, не знаю, видимо, их тоже едят, вон они кушают, прям очень-очень много их тут, вот вам и место снорклинга, пожалуйста, приезжайте на эту ферму, и любуйтесь подводным миром, вот так вот, в сеточке, так, ну здесь мелочь какая-то, и какая-то такая неоновая рыбка одна, а здесь вот прям огромный, это группер, вроде бы как, такой прям здоровенный, лежит вон там на дне, ну и вообще большие, так, а это каракатицы, они просто гигантские, вообще огромные, обалдеть, смотрите, какие, реально очень-очень большие, такие прикольные, мунстеры просто подводные, реально, они прям, ну, сантиметров 40, наверное, в размере, очень большие, и на дне тоже какие-то моллюски лежат, моллюски тоже гигантские, слушайте, каракатицы в первый раз вот так вот вижу, такую огромную, а здесь рыба луна, они черные, правда, их не очень хорошо видно, но, короче, это маленькая рыба луна, она может достигать, там, не знаю, 100 с лишним килограмм, это одна из самых огромных вообще рыб. Так, ну что, все, мы высадились на последний сегодня остров, всего у нас их было два, около одного мы с Норклей не высаживались, и вот на один высаживаемся. Здесь у нас будет обед, будем плавать, и еще, говорят, будет бассейн у нас, можно еще будет в бассейне поплавать. Так что вот, высаживаемся на территорию отеля, вилла Сан Хо называется отель, вот, и здесь вот сегодня будем чилить оставшуюся часть дня, и в три часа дня уже поедем домой. Здесь можно на прокат взять вот такие вот каноэ поплавать, здесь, кстати, нет волн, вообще, видите, такая закрытая территория, и как бы лагуна получается, во-первых, а во-вторых, вот для купания прям специально выделено буйками, чтобы лодки сюда не заплывали, вот, можно здесь абсолютно спокойно поплавать, вода чистая, погода сегодня, ну, нормальная, солнце так за тучками, но нормально, тепло, вот, и вот так вот выглядит этот отельчик. Также здесь есть шезлонги, но это, наверное, за отдельную плату, но вот, можно еще полежать здесь, позагорать, поэтому наличку берите с собой обязательно. И вокруг лодочки, лодочки, эти кафешки с морепродуктами, ну, так, прикольно, и горы, горы. Кстати, что я хочу сказать, когда вы летите во Вьетнам, не думайте, что здесь будет такая голубая, бирюзовая вода, нет, здесь Китайское море, по-моему, Южно-Китайское, оно не такое уж красивое, не такое прозрачное, вот, и не такой богатый здесь подводный мир, ну, вы сами уже видели, ну, наверное, чуть получше, чем черное, вот, что-то такое, вот, ну, не ждите такой баунти, как в Таиланде, например, да, или в Индонезии, здесь такого не будет. Наш экскурсовод, у нас, кстати, вообще крошечная группа, 6 человек всего лишь, это плюс, конечно, это что такое? Мне кажется, это связь точек с органами, да. А, это вот как массаж делают, и какие точки связаны с какими органами человека, ну, забавно. А мы двигаемся по этому крошечному островочку, вот, ой, смотрите, какая здесь прелесть, статуя маленькая, прикольно. На обед пошел дождь, пускай камеру буду рукой прикрывать, вот, ой, какой бар классный, обожаю вот такие вот, тики-бары называются, они бамбуковые, и когда качельки сделаны, очень круто выглядит. А вот и бассейн, я так понимаю, где мы будем купаться с видом на водичку, прикольно выглядит, классно. Есть здесь тоже шезлонги, можно прилечь, ну, здорово, здорово поотдыхать. Единственное, солнце спряталось, дождь пошел, но он такой, грибной. Надеюсь, что у нас будет нормальный обед, потому что есть хочется дико, просто, ну, не завтракали, наплавались. После нашего фока поутреннего с рыбным пирогом, вообще, есть охота, мимоверно, и пить, и есть, и пить, и все. Нет, а тошник перестала, слава богу, после лодки. Можно покушать. Куда-то у нас идет дальше наша экскурсия. Ну, такой островочек подзаброшенный. Немножко на гилье похож. Вот. О, традиционная вьетнамская лодочка. Пожалуйста, вот так выглядит. Забавно. Вся ракушками поросла. Вот сюда мотор можно прицеплять. Это сделано приспособление, смотрите, вся. Она как будто бы из папье-моши сделана, на самом деле, по ощущению, и просто покрашена. Так, идемте дальше. Ну, вообще, атмосфера такой, прям, в деревне. Прикольненько тут. Ой, смотрите, на пирсе кафешка. Собаки гавкой, господи, ненавижу, когда кидаются собаки. Тут кафешечка такая на пирсе, кушают тоже здесь вьетнамцы. Ой, как рыба пахнет тухой. Ой, смотрите, как красиво. Да, нам сейчас Гитлер сказал, что вьетнамцы не закрывают дверь специально, чтобы все видели, какой у них достаток есть. А мы идем куда-то вот сюда. Тут у нас риса бадейка. Будут нас кормить здесь сегодня. Что-то даже стульев нету. А нет, вон есть стульчики. И на фоне миллиард-миллиард лодок. Тут нам накрыли уже чашечки, всем палочки и острый соус и острый перец. Вот, и тут вьетнамцы тоже кушают. Смотрите, какой красивый вид открывается. Красотень просто. Боры, лодки. Такие они яркие, еще голубые. Очень круто. У нас здесь, смотрите, рыбку принесли. Принесли креветки с дошираком. Принесли просто креветки. Это вот на всех. Большая бадейка риса еще дается. Каждый себе накладывает и кушает. И вон там еще курочка, по-моему, есть. Мы покушали. Пришли уже на пляж. Здесь шезлонги включены. Можно их брать. У нас оплачен вход в бассейн. И шезлонги, в общем. Можно вон там купаться. Там буйками ограждено. Можно подняться к отелю, к бассейну и скупаться там. Мы тут ракушечки нашли. Здесь весь берег усыпан ракушками. Сейчас я вам покажу, какие ракушки. Так, ну, во-первых, вот, смотрите, какие прикольные. Это как розочка вообще, цветок какой-то. Вот, вот такие вот конусные. Ну, короче, классные. Прям большие, такие все необычные. Прикольные. Но самый прикол, это вот эту ракушку, которая у моношлена тоже просто валялась на пляже. И она реально, смотрите, какая красивая. Как будто бы прям подставка специально. А это такая ракушка. И здесь дырень. Ну, вы, короче, офигенно. А покажи с другой стороны ее. И вот так она выглядит. Как какой-то фрукт. Груша какая-то. Вот. И просто валяется на пляже. Ну да, мы ее с собой не повезем. Просто здесь пофоткаемся с ней и оставим. Да-да-да. Ну что, мы уже скоро собираемся назад домой, в Нячанг. Пойдемте, покажу вам бассейн, какой здесь есть. Вот. Это, в принципе, пляж. Здесь можно лежать на шезлонгах, загорать, купаться. Купаться там песочек, поэтому все окей. Так, вот она зона бассейна. Здесь перед входом ножки нужно помыть. Такие у них прикольные черпачки. Из кокоса сделаны черпаки. Очень удобно ими, кстати, пользоваться. И заходим. Здесь тоже шезлонги. Тоже можно ими, пожалуйста, пользоваться. И вот такой вот бассейн. В принципе, прикольные, но очень-очень холодные, если честно. Вот. Поэтому можно здесь покупаться, если не хотите в море. Бамбуковый бар. Такой классный. С качельками. Можно здесь сидеть, пить коктейли, кокосики. Любоваться морюшком. Есть сувенирный магазин. Также купальники здесь можно купить, если вдруг с собой не взяли. Ну и, в принципе, на этом все. На этом все заканчивается. Вот какая-то фотозона есть такая небольшая. Сейчас с мопедом. Здесь что-то было непонятное. Закрыто. А, пенная вечеринка здесь проходит. Проходила когда-то. Сейчас уже. Почему? Она даже проходит. Вон остатка пена. А, ой, прикольно. Пенная вечеринка здесь была. Мы не успели. Прикольно, прикольно, наверное. Это выглядит прям целый бассейн для вечериночки. Еще фотозона. Вот пирожок позирует. Как можно здесь фоточки делать? Пожалуйста. И туда куда-то идет лестница. Я не знаю, можно вот туда подняться. И это какой-то садик. Ой, здесь смотрите, как мило. Прудик. Прикольно. Розы растут у них здесь. Здесь тоже еще тиковый парчик. Еще один. Ледовой. Блин, на закате, наверное, здесь просто невероятно. И вот такой подъем к отелю, что ли. Тревел. ПТУ Тревел. Надеюсь, правильно прочитала. Ой, выглядит очень красиво. Поднимаешься, как будто бы на небо. Но здесь просто такая площадка, чтобы позагорать. Приватная. Ничего особого нет. Ступеньки кончились резко. И застелено все просто пластиковым покрытием. Ребят, наверное, вот сейчас вне сезон. Сюда можно съездить. Чистая водичка. Нет, волна. Мало людей. Как бы приятно. Но снорклинг, честно, по-моему, так себе. В Индонезии, в Таиланде он намного интереснее, чем здесь. Поэтому от него много не ожидаете. Но если хочется покупаться, эта экскурсия самая то. Короче, рисом и парой креветок мы не наелись. Поэтому пришли в ТЦ Венком Плаза. Здесь есть два гриля. Есть вот такой вот кинг барбекю. И прямо рядом с ним есть еще вот такой вот. Здесь варить мясо, супчики. Здесь гриль готовить. Мы решили пойти в гриль. Сейчас затестим, что это за местечко. Выглядеть должно вот так. Ну, посмотрим, насколько совпадет с реальностью. Заходим. И узнаем сейчас заодно цену. Мясо, которое вы можете брать. То есть можно взять себе дешевый за 229. И тогда тебе будет доступно вот это. Или можно взять вот это за 389. Но мы попробуем, наверное, вот это за 329. Разница не такая большая. А здесь мясо выглядит. Красивее. Так, нам тут девушка принесла гриль. Сейчас будет устанавливать. Потому что пока что здесь пусто. Вот такая вот чаша с углями идет. И сверху решеточка, на которую уже мы и будем жарить. И у каждой вот такой вот фонаричек, который освещает это все дело. Вот. Вот здесь вот будем все на углях готовить. Здесь прикольно. А вон там он набираешь себе. Набираешь себе что-то. Попозже вам подсниму, что набираешь. Давайте я вам посниму, покажу, что здесь. Мы так поняли, что у нас основное надо заказывать. Это вот опять-таки желешки их любимые. Арбуз, зелень немножечко. Здесь огурцы, помидоры, морковка. Так, чисто закусить. Здесь морепродукты. Здесь рис лежит у них. Всякий разный. И очень-очень много соусов. Смотрите, сколько соусов к мясу. Можно себе их поналивать. Есть также соль с перцем. Отдельно перчик. Так, что здесь у них для жить? Ничего. Ничего. И здесь просто вот овощи. Маринованные всякие. Тоже, я так понимаю, для гриля. И вот еще. Тоже какие-то овощи, чипсы, картошка фри. Так, смотрите, нам уже принесли здесь немножечко мяса. Это креветки. Кальмар выпотрошенный. Осьминог. И три вида мяса. То есть типа стейка, типа бекона и вот какое-то такое непонятное мяско. Мы поняли свою стратегическую ошибку. Разница в цене не от качества блюд, а от количества вот таких маленьких порций в одном билете. Я не знаю, как по-другому это назвать. В общем, мы попали на 32 смены блюд плюс 3, то ли бонусные, то ли еще какие-то. Короче, мы будем сегодня обжираться по полной вместе с вами. Поэтому возьмите чай вкусняшку, что-нибудь. Потому что смотреть на это без слюни будет очень сложно. В этом гриле выявилась уже первая проблемка. Здесь как бы он не электрический, не газовый. Здесь угли такие квадратные. И они очень медленно готовят все. Ну, то есть прям вот так вот можно руку ставить, и жара не почувствуешь. Очень-очень медленно. Мы каракатицы, я не знаю, уже минут 10 готовим, они все сырые. Какой-то капец. Ну что, спустя 3000 лет мы съели по кусочку мяска и все еще жарим дальше. И морепродукты, и свинину, и все остальное. Конечно, уже надоело. Кушать хочется. Я, честно, не знаю, может быть, расчет на то, что вы наедитесь там рисом и остальным чем-то, пока ждете, что у вас приготовится меньше, съедите. Ну, это вообще не прикольно, столько ждать, сидеть, пока на углях, на этих крошечных что-то пожарится. Хотя мясо вот мы сейчас съели по кусочку вкусное. И остальное, ну, все, что принесли, оно, в принципе, выглядит все вкусно, аппетитно. И хочется это прям поесть побыстрее. Ребят, в общем, варчик просто открывался. Оказывается, нам не включили кислород для огня. На самом деле, смотрите, как вот сейчас все горит, пылает, жарится все реально там за пару секунд. Мы попросили, чтобы нам принесли еще мясо. И сейчас мы жарим говядинку. Смотрите, какая она сочная. Некоторые кусочки, конечно, жирненькие, но в целом выглядит очень-очень даже аппетитно. Мы в итоге быстро пожарили все, что у нас было до этого. Вот сейчас нам начали подносить новые тарелочки. В разных соусах все. В целом их здесь два. Какой-то местный королевский барбекю и корейский еще какой-то соус. Честно, я даже не знаю, что с чем мы едим. Но вот приколюха именно пожарить себе мяско на гриле, сидя в ресторане. Очень даже, очень даже хорошая вещь. Кстати, зацените, поскольку многие куски мяса достаточно большие, здесь есть вот такие ножницы, которыми можно резать себе еду. Поскольку они не пользуются ножом и вилкой, то для того, чтобы уменьшить размер мяса, можно его просто порезать. Та-ра-та-та-там. Сейчас мы вам покажем, как это выглядит. Берешь щипцами мяса, ножнички. Вот так. Хоп. Оп, аккуратными полосочками. И все, теперь не надо это не кусать, не рвать зубами. А аккуратненько можно брать по кусочку и отправлять в раз. Свежая каракатица со вкусом дымка. В каком-то таком легком остром соусе. Морепродукты на гриле это всегда круто, а когда ты еще и сам их готовишь, это вообще пушка. Нежный, сочный. Не пересушенный, как обычно делают в ресторанах. Ну, необычно, но в большинстве ресторанов такие морепродукты всегда пересушивают. А здесь ты сам выбираешь степень готовности. Хочешь, можешь даже сырами съесть. Хочу добавить маленькую ложку дегтя в это великолепие. Мне не хватает лаваша и соуса нарушараба. И было бы вообще изумительно. Кстати, мясо очень вкусное, хорошее. Корейского соуса практически незаметно. И мясо выглядит, ощущается как натуральное. И их местное барбекю, панировка тоже весьма неплоха. Поэтому мясо прям топчик. Но маршараб они не знают, его нам не хватает. Смотрите, нам тут привезли еще свежее мяско. Мы все-таки никак не можем наесть. На этот раз я заказал кусочки серебрышек. Оно все достаточно полстенькое, с жирком. Но этот жирок очень сочный, он не мешает жевать. Но добавляет мясу сочность. И получается практически как и марамарное. Вот такие вот, я даже не знаю. Это и не сало, и не стейк. Это просто полсантиметра или сантиметр мяса, которое жарится буквально за 30 секунд, а потом великолепно кушается. Это просто бомба. Знаете, вот это вот азиатская, я даже не знаю, как назвать, привычка жарить мясо на барбекю. Она очень крутая. Мы пытались в России найти электрогриле. Ну вот по азиатскому аналогу у нас не получилось. В России их просто нет. Хотя вот в Тае они стоят 3 копейки. Мы с них очень сильно кайфовали, когда сидели у себя на балкончике и на электрогриле жарили барбекю. Мы попробуем где-нибудь, либо в видео, либо в нашем телеграм-канале выложить несколько ссылок на электрогриле, чтобы вы посмотрели и оценили какая-то прикольная штука. Ребят, кстати, если вы столкнетесь с тем, что не жарится, вот здесь, по крайней мере, на нашем столе, вот здесь находится маленький регулятор. Его надо включить. Я не знаю, какая магия там происходит, но в это время уголь начинает разгораться, начинает гореть, щепеть, скворчать, скворчать, и все хорошо жарится. Соответственно, когда у вас разгорится огонь, вы этот рубильничек выключаете и дальше уже на медленном огне мяско дотамливаете. Как вы уже, наверное, заметили, мы в выпусках постоянно что-то едим вкусное, в каких-то интересных местах, и об этом обычно Саша рассказывает, потому что за еду отвечает у нас он. И у него сформировалась уже такая рубрика полноценная, и я вам предлагаю придумать название этой рубрики. Напишите в комментариях, мы выберем какое-нибудь самое оригинальное, и так будет называться наша рубрика на канале первая. Мы тут, кстати, капустку заценили, такая вкусная, прям вообще, очень вкусненькая. Очень круто оттеняет мясо. В общем, мы только что выползли, выкатились из этого ресторанчика. Там мы оставили 800 тысяч, это около 2000 рублей, по-моему, для такого места и для того объема еды, которую мы с Ритой съели, это немного. Ну, в баксах это примерно 70-80, если кто-то не понимает, сколько этого рубля. Наше мнение, что сюда однозначно стоит сходить, это прикольно, это вкусно, это интересно. Ну что, ребят, надеюсь, вам понравилась наша первая экскурсия в Ничанге. Ставьте лайк, если вы хотите тоже сюда съездить, ну, или все равно ставьте лайк, даже если не хотите. А если не хотите, пишите комментарии, обязательно подписывайтесь на канал, чтобы увидеть другие экскурсии и наши приключения по Вьетнаму. До новых встреч! Пока-пока! Пока!